Здравствуйте, друзья! С вами Маракэсти. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на ПТ-САУ 10 уровня Як-Панзер Е100. Бой произошёл на карте Ласвель. Наш герой в начале боя встаёт на стандартную позицию для медленных ПТ-САУ или для игроков, которые просто хотят в начале боя по снайперить. И благо тут засветил объекта 268-го союзник на объекте 140 и в итоге удалось недругу неплохо так всадить на 1043 урона. И, конечно, Яга навсегда радует своего хозяина огромной альфой. И лично я считаю, что сейчас эта ПТ-САУ одна из таких самых лучших. Ну, конечно, она медленная, она неповоротливая, огромная по размеру. Но если хотя бы раза 3 пробивать противника за бой, то уже можно наносить неплохой урон. А если там 4 и 5 выстрелов результативных сделать, то вообще будет супер. Удалось тут пробить ИС-8. Часто в этом месте подставляются противники. Так что имейте в виду этот прострел, если не знали. Хотя он довольно-таки популярный. И много тут игроков стоит. Не удалось попасть по СТ-шке вражеской. Объекту 140 спряталась она за камень. Ну и ещё к тому же подводит точность. Она у Яги не самая лучшая. И отлично удалось продамажить с такого расстояния ИС-4. Конечно же радует потрясающее пробитие этого орудия. У Ягдпанзера Е100 его хватает даже на таком огромном расстоянии. К тому же основной тип снарядов это бронебойные. А это означает, что там есть хорошая нормализация. То есть лучше вы сможете пробивать противников под углом. Но тут конечно не удалось нанести урона ИС-7. Потому что это танк читерский. Его броня, именно башни держит действительно хорошо удар. И дальше наш герой замечает Е75. Пытается его высадить. Стреляет, но мимо. Всё-таки точности в таких вот довольно сложных выстрелах совершенно не хватает этой ПТ-САУ. Заметьте, как Яга неохотно откатывается назад. И противники с такого огромного расстояния не смогли нормально её пробить. Броня всё-таки тащит у этой ПТ-САУ. Ну и тут игрок замечает, что неприятели продавили ущелье. И скоро они уже будут на базе. Так что нужно их радужно встретить. Появляется вражеский Ягдпанзер Е100. Игрок решает, что нужно поторопиться, пока противники не объединили свои усилия. Он высовывается, выцеливает щёку рубки, пробивает врага и отправляет его в ангар. И при этом ловит рикошет. Подъезжает Т110Е3. ПТ-САУ очень бронированная. Но правда у Яги такое пробитие, что её броня особо-то и не спасает. И враг промазал. Яга сразу же подъезжает ближе. Пытается выцелить Е3. Но он начинает клинчеваться. Но это совершенно для Ягдпанзера Е100 не проблема. Так как Е3 превосходно пробивается в этот лечок. Хотя он довольно бронированный. Но Яга высокая. И тут угол нивелируется. И к тому же высокое пробитие позволяет с лёгкостью наносить туда урон. В итоге противник так ничего и не смог сделать. Без потерь удалось его уничтожить. Сзади появляется Т-62. Он стреляет, но даже нормально попасть не может. Яга перезаряжается и даёт ему плюшку на 1000 урона. Даже чуть больше. Т-62 мог бы спокойно сейчас поехать пока у Яги перезарядка. Закрутить её. И на этом этот бой был бы закончен. И вы бы его не увидели. Но вместо этого он продолжает перестреливаться с Ягой. И это приводит для него к печальным последствиям. И Яга с одного выстрела взрывает ему БК. Но он и так бы умер. Но так ещё эпичней получилось. Тут появляется Т-30. Яга его продамаживает. Противник не пробивает. Он снова выезжает. Выцеливает. Пытается нанести урон на этот раз. Но Яга доворачивает. И он очень долго выцеливал. И только сейчас стреляет. И всего лишь сбивает гуслю. И Яга поворачивается. И уничтожает непутёвого врага. Также на берегу светится объект 140. Он всё-таки наносит урон. И Яга откатывается назад. Потому что у неё перезарядка. И лишний раз она ещё отхватывать не хочет. Потому что всё-таки КП не так много. К тому же вот уже и арта накинула на 1000 урона. Главный, наверное, враг Ягдпанзер Е100. И игрок мусует с одного выстрела объект 140. Конечно, вот так вот. Очень весело с одного выстрела добирать противников. У которых почти 1000 хп. И засвечивается враг. Просто каким-то чудесным, невероятным выстрелом. Удалось ему выцелить вот этот вот маленький лючок на крыше. И уничтожить его. Остался ещё тут Е75. Яга зарядила фугасный снаряд. Но это даже и не требовалось. Потому что враг как-то нелепо подставил борт. И Яга отправила его в ангар. Ну и осталось найти последнего противника. Самого ненавистного для Яги. Это, конечно же, арта. И решает игрок проехать по кишке. Чтобы лишний раз не тратить время. Я тут перекручиваю. Потому что смотреть, как Яга едет, это не очень приятно. Потому что всё-таки агрегат хоть и весёлый в плане нанесения урона. Но вот он довольно-таки медлительный. И вот эти вот переезды, они утомляют. И Яга засвечивает всё-таки арту. И выцеливает её. Она пытается спрятаться. Но всё тщетно. Арта в ангаре. И это победа. Медаль Редель Волтерса. Медаль Колобанова. Невозмутимость. Стальная стена. Танкист-снайпер. Основной калибр. И воин. А также знак классности. Мастер. 11 760 урона игрок нанёс. И уничтожил он 8 танков. 1659 опыта получил, если считать без према. С премом 2488 опыта. Плюс 67 тысяч у него дохода. Вытанковал огромное количество урона. 9830. Получился, по-моему, очень даже занимательный бой. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. И ставить лайки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok